Скажу, произошло следующее, что на трон Аль-Махадов в Марокко, в общем-то, там, скажем так, избрали тот принца, дядю короляк, который, в общем-то, не пользовался, скажем так, всеобщей большой популярностью. Вот впервые в истории Аль-Махадов началось восстание. Против него началось восстание, естественно, в Испании, в более отдаленной территории. И, в общем-то, были всевозможные перипетии. И это 1421 год, через восемь лет примерно, через семь лет после вот этой битвы Голосава до Таоса. Вот. И в итоге кончилось это тем, что во многих местах города, они прогнали наместник Аль-Махадов и, так сказать, сказали, что мы ему сами все сможем. Ну, в общем-то, христианские королевства воспользовались этим, ударили, и дальше совершенно понятно, что произошло. То есть, в контексте против армии, так сказать, горожане, в общем-то, далеко сопротивляться не могли. И, в общем-то, один за другим города, это самое, пали. Ну, вот Граната, там они, опять-таки, на основе этой династии Маринидов, там они, опять-таки, с помощью поддержки из Марокко смогли удержаться. Но вот реально, это не эта битва. То есть, эта битва, скажем так, она остановила, так сказать, продвижение Аль-Махадов. Мусульман. Вот. А реально, вот это то, что чаще всего происходит. То есть, внутренние беспорядки, которые потом воспользовались, естественно, окружающими. Мусульман прошло почти 15 лет, когда, с момента. Я понял. А согласно истории, там, ну, король Альфонсо, или как там, который во главе, он дал эмирам, этим испанским, которые изменили Аль-Махадам, клятву, что он не будет, там, в течение какого-то времени начинать войну против них. А это действительно, это полностью, он соблюдал все эти, там, вы говорите, там, вот эти, после, собственно, этой битвы, там практически не было, это самое, никаких атак со стороны христиан. А, 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 понятно. Вот. Но к моменту, когда это, когда это кончилось, перемирие, все, там уже. Ну, там, там, если они чего не путают, там, какую-то роль сыграли темплиеры, нет, в этом рекомендуем? Ну, в общем, да, это был, как один из самых боеспособных орденов. Причем, согласно... Они свои, там, Клатрава, Сантьяго, там, Кантер, но... Согласно, согласно новым исследованиям, темплиеры, оказывается, неплохо относились к евреям. Не так, как в романе и Венге. То есть, наоборот, как бы поддерживали, защищали, пользовались их связью. То есть, насколько, ну, то есть, я могу прислать вам несколько, ну, если хотите. А, хорошо. Англоязычных, ну, для вас это не проблема, ну, то есть... Для меня это, для меня, я читаю по-английски почти так же, как по-русски. Хорошо. Вот. Теперь, значит, давайте вернемся к это самое, к тому, что... Значит, Лобоберг, вы видели то, что я вам прислал, вот эту статью? Какую статью? Нет. Вы должны были получить ее. Сейчас, я посмотрю. Я получал только от Михаэля. Если вы посылали... Вот, меритократия. Да, 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 у меня показано, что вы получили. Меритократия. Вот, а, нет, нет, я не обратил внимания, извините. Было много писем. Behavior Model. Я просто у меня показ, я сейчас посмотрю. Behavior Model, все, все, я получил. Я просто даже не открыл ее. Нет, я... Вот. Давайте я могу показать основные моменты, я сейчас тогда сделаю. Да, да. А я сам ее открою. А, а, так легче будет. Да, давайте, открывайте. Нет. А сделайте, чтобы я мог это самое... Чтобы я мог открыть. А я не могу вам открыть. Я пытаюсь это самое. У меня это disabled. Шер-скрин. Я понял. Где это... Куда нужно войти? У вас наш шер-скрин. Сделать не шер-скрин? У вас, да. То есть, это самое дать разрешение. А, я понял. Демонстрация... Так, я понял. А что... Что такое? А, я понял. Все участники. Все участники. Кто может, когда кто-то... Я пока сделаю так и чего. Все. Я сделал. О, сейчас, извините. Ага, все, значит... Кто-то из моих домашних забыл ключ. Сейчас, одну минуту. Включилось у вас? Я дал вам право демонстрации. Да, все. Я включил. Такое, да. Вот. Ой, я сейчас еще хочу... Это жена. Она, кстати, называет то, что... Наши конференции мужским клубом. Да. Они... Кстати, вот потом, я думаю, что это может быть... Вот эту модель. Чего это сделать? Давайте я вам сейчас расскажу основные моменты этой модели. Что-то. Дальше, какое ее развитие. И дальше, как она применяется. То есть, где она применяется, как это может быть для образования. То есть, что... Значит, для чего это нужно было? Вот видите, даже написано... Airways Technology Lab в Стэнфордском университете. Да, да. И что такое? Это... Нет, нет. Cancel нажмите. Я нажал cancel. А, все-все, да. Да. Все. Нет, просто выделилось там какие-то изменения в экране. А, понятно. Да-да-да. Это все. Это я сделал cancel. Все. То есть, все. Значит, это... То есть, это было сделано для того, чтобы... Скажем так, чтобы люди зацепить, чтобы они продолжали играть в видеоигры. А, а... Вот. То есть, это вот как раз вот компании в Силиконовой долине, которые пользуют... Которые разрабатывают эти игры. В принципе, они использовали эти модели. Довольно, как вы знаете, довольно успешно. Что такое FBM? Простите, я пропустил. Что такое FBM? А, это и есть... B, это behavior. А что такое F? ФОГ, ФОГС, ФОГС, ФОГ, Behavior Model. ФОГ, Behavior. ФОГ, это вот автор этого. Ага, я понял. Вот. Значит, это очень грубо. Значит, это делается вот на основе вот этого вот... Вот этой диаграммы. То есть, мотивация, способность, абилитет и триггеры. Ну, это общий график. Это общий, да. Это общий, это есть, это, скажем так, первое приближение. Есть. Вот дальше расписывается, значит, из чего мотивация. Значит, первое, это первое измерение, скажем так, мотивации. Это удовольствие, боль. Второе, это надежда, страх. Ну, понятно. Дети, это специальная цепция, это... Приемлемости, отказ, да. Да. Вот тут уже, здесь уже немножко, вот тут вот, если перейти вот к этому, вот, уже немножко более развернутая схема. То есть, вот эти три мотивации. Это второе измерение. Это называется... Насколько просто это сделать, в симплисисти. И третье, это какие триггеры надо сделать, чтобы, соответственно, добиться вот этого... Что я не понимаю по триггерам, то есть по-простому? Ну, я примерно, то есть, как бы... А вот давайте сейчас я вам просто покажу. Вот это. Три тайпа триггера. Вот. Вот смотрите. Вот здесь вот, где... С правой стороны... Spark это триггер. Что имеется в виду? То есть, примеры. Это от текстов, которые, так сказать, подчеркивают страх до видео, которые дают надежду. А, а... Понятно. Понятно. Вот. Форма вторая, это то, что называется facilitator. Насколько я понимаю, этим же пользуются... Ведь чем-то отличается от того, чем пользуются сериалы... Ну, авторы сериалов всяких. Я думаю, я думаю, что они используют элементы этого. Вот. Второе, что... Просто я прошу прощения, тут идея все-таки в играх такая... Помимо обычной, все-таки, это деятельная активность, да? То, что называется. Да, да, да. Так нет, я же не говорю, что мы должны полностью все копировать один к одному. Тем более, что я могу там показать, я все время могу потом найти работы, где это используется, правда, не в школах, а в колледжах. В частности, в Австралии используется эта модель. Вот. Вот. Второе, это facilitator, значит. Это те, у кого высокая мотивация, но у них нет... Ну, не хватает способностей. Угу. Вот. Вот. Например, тут сказано, что там, где один клик, это работа сделана. Что, простите? Один клик? Один клик и все, да. А, что один клик может завершить, сделать все работу. Да, 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 да. И третий, это вот сигнал. То есть там, где у них есть и способность, и мотивация. Ага. Ага, понятно. Теперь понятно, для чего нужен был этот график. Я понял. Вот. Теперь понятно, для чего, и почему это вот... И почему там, опять-таки, это самое, почему там два измерения, а не одно. Угу. Вот. Вот. Дальше, ну, в принципе, где можно, на каком... Что можно измерить? Во-первых, то, что там говорили, там, на самом деле, поразила одна вещь, чего не говорили, что, грубо говоря, что у ученики вообще, как вообще все люди, у них есть различные... Ну, скажем так, психология каждого человека, вообще, она различна, скажем так, из группы. И, в принципе, там как бы подход, скажем так, был один ко всем. Как раз вот в этом плане вот моя последняя работа, то, что было, это именно таким образом можно было бы узнать вот психологические измерения. Как можно... Вы имеете в виду индивидуальность, тот, кто мыслит быстро и, предположим, тот, кто соображает медленно, но от этого он не делает... Это одна, одна из вещей. Кстати, вот тут и заметили, что тут... Brain cycles. Симплисити. Это вот есть так называемые эти самые brain cycles. Ага. Вот. Ну, дальше social divinance и так далее. То есть, у нас, в общем-то, мы немножко, это самое, избавлены тем, что... Ну, мы сами учились, это учились в математической школе. Вот. Этих... Эти группы, где мы учились, там ученики, которые очень хотят учиться, высокой мотивации. Ну, да. Да. Я в иных школах и не учился. Я учился или в спецшколе, ну, немецкой, или... Ну, или в математ... А потом в физмат-школе. А в какой? А? Физмат? Да. Вторая. А, ну, понятно. Ну, я знаю. Ну, я все, в общем-то... 57-е в последнее время, но исключительно по другим, не по преподавательским причинам, а немножко популярность. У меня, это самое, у нас была вот как бы в паре 57-я и 179-я, я 179-й учился. А, а, а. Вот. Ну, просто нельзя это самое, нельзя по нашим школам, грубо говоря, сделать, строить модели. Да, да. Для всех. Это правда. Это правда. Вот. Да, меня как раз, для меня был шоком, я в процессе перехода проучился несколько месяцев в обычной школе, ну, четверть-четыре, полгода, ну, какой-то такой срок, там. С восьмого класса я пошел в это, а в седьмой класс я... Просто долго и невозможно стало ездить, мы переехали в другое место. Ну, понятно. И, то есть, меня, ну, как бы, хотя обычная средняя школа немножко была таким культурологическим, наверное, шоком, таким когнитивным диссонансом, что можно и так. Понятно. Вот. Да, хорошо, извините. Так вот, значит, что, я хотел сказать, то, что там вернулся. Там, скажем так, вот то, что принято, это я потом расскажу отдельно, откуда это произошло. Сейчас измерение, то, что называется часто Big Five, или вот сейчас чуть расширен, так и к сако-моду. Какое психологическое измерение у людей? Что такое Big Five, я прошу прощения? Big Five, это значит, Big Five — это пять характеристик. Значит, это одна, это у людей психологические стандартные, это экстраверт-интроверт. Это так называемые conscientiousness, то есть, ну, самый аналог русский — это типа, это трудолюбие, хотя, в общем-то, это не совсем это, это трудолюбие, совестливость и так далее, второе измерение. Третье — это agribleness, то есть, до какой степени человек, он соглашается вместе, то есть, дружелюбен со всеми, согласен. Опять-таки, это непрямая, это самое, непрямая корреляция, то есть, тут нету, в принципе, как и в эврите, так и в русском, нет прямых аналогов, потому что это были взято весьма специфические характеристики, которые пришли, в общем-то, как ни странно, и с факторным анализом, но это отдельная история. — Это имеется в виду не агрессивность, что… — Нет, нет, agribleness, наоборот, agribleness, который соглашается. — А, ну, нет, а, понятно. — Вот, может быть, я сейчас вам смогу показать, это, сейчас, секунду, нет, это не здесь, так, сейчас, одну минуту, так, не здесь, значит, сейчас. — Вот эти вот, вот они. — Вот, если, может быть, удобно будет по-русски, но они, вот, ну, по-английски, на самом деле, по-русски. — Я прошу прощения, Алекс, у меня ничего не изменилось на экране. — У меня первый фиджер, первый рисунок. — Да? Вот этот вот, как первый, второй? — Ну, который две оси. — И все? — Эм, ну, все. одну минуту две оси и там и там расписаны две простые факторы core motivators behaviors behaviors triggers и все внутри триггера да сейчас я постараюсь сделать сейчас одну минуту сейчас я перейду new share ага вот вот так вот значит это вот она так это по-русски но намного лучше вот по-английски на самом деле я понял понял да да я понял вот вот по-английски вот эти самые вот они нет я понял я не знал что что она есть если бы большая big five я понял хорошо вот в принципе сейчас как бы считается что более лучше описывает уже два сагексака грубо говоря вместо нейротицизма там 2 2 2 новых характеристики это эмоциональность и это тоже называется холестик юмилити то есть честность и скромность вместо нейротицизма это могут я сейчас тогда вам смогу показать так вот вот они вот эти вот три арон видите арон вы видите да вот видите и вот этот называемый саб 3 цели как сбайд фэсетс я понял а грибу нас вот то грибу нас вот она тебе это не поможет потому что если ты сейчас вот вот они не отвечают это куда-то это где-то не так она же или я не знаю ну либо что-то они отвечают и я не вижу когда она звонила на этот момент это естественно вот видите да да вижу вижу в принципе что можно просто поскольку этим я занимался скажем на данных то есть самое простое то есть и видимо это можно будет сделать довольно просто с учениками просто дать опросник с вопросами и выделить кто грубо говоря кто где находится по этим измерениям дать опросник кто где находится по этим измерениям и в соответствии с этим соответственно построить расширить вот это весь расширенные схема у вот этого модели фога поведения и в соответствии с этим давать создавать соответствующий стимулу триггеры поскольку нам приходилось делать куда более сложную вещь то есть на основе скажем это факторный анализ это происхождение вот этих самых факторов и именно эти вот эти особенности вот эти именно модели они оказались наиболее соответствующими в гене человек в отличие от всех прочих моделей поскольку они пришли не из психологии а из факторного анализа текстов а равно со мной да 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 извините вот а при фактором анализа текстов то есть обнаружили что в свое время потом подробно можно рассказать ну грубо говоря что у разных людей есть определенные группировки слов и когда сделали фактор анализ по этим словам то что так сказать просто определенные кластеры соответствующим образом после этого эти слова спросили у психологов прошу прощения чисто профессиональный интерес это был именно факторный анализ или это был natural language нет нет это был факторный анализ исключительно это было сделано еще в свое время это полностью это вот так сказать первые шаги это были сделаны 60-е годы а вообще так 80-е годы ну тогда понятно то есть начал вот то есть собственное значение и вот грубо говоря чему соответствуют вот эти группы слов кластеры поэтому вот такие вот очень название типа и грибал нас кончешность нас там опы нас да мне вообще кажется что факторный анализ ну просто по разным причинам он не он еще он нет не до конца была выработана все все что давал факторный анализ вообще то есть просто быстрее чем нужно перескочили этот этап просто на мой взгляд ну да я тоже я тоже согласен в общем нам приходило строить вот исходя из таких вещей которые можно вытащить смартфона определить кто где находится скажем так какие там какие фотографии человек снимает и так далее вот выделить но здесь с учениками все намного проще можно просто-напросто им дать опросник и посмотреть где они находятся вот вот в этом в этих вот измерениях это вот почему там с big five что что там big five это что нет я понял почему перешли к шести 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 я объясню в чем дело там что такое открытость да нет шести пришли следующие вот эти два хонуси химилити машиналити раньше это были заменялось одним это было нейротицизм почему почему я считаю что нужно прийти к сака потому что делалось это все на основе английского языка естественно в америке в английском языке скажем так группы слов которые относящиеся вот именно к этому измерению например хонус и химилити то есть честность честность и скромность этот словарь несравнимо уже чем например в других языках чем в русском чем в немецком чем в английском словаре уже действительно именно эти слова то есть речается нам много реже все соответствующее в смысле количество синонимов вы имеете и количество слов и количество использования все используют эти слова ну вот такая психология то опять таки не буду удивляться почему но англосаксы у них определенные определенные черты вот и в общем то то есть по этой причине по другой когда начали рассматривать выяснилось что очень многие не вписывается вот это самое собственно вот big five и вот видите тут специально вот это вот вот здесь просто расписывается как это было они не вот то есть там немножко немножко по-другому но как было сделано они выделили пять самых больших собственных значений aging values и так сказать по ним сделали вот и все вот что как это вот как можно использовать то есть дать дать соответствующим образом это все имеется ввиду структуру личности то что называется на русском да да и ксака это иными словами как обычно это переводится на русский это структура личности да то есть так это понятно это это первые буквы видите да да не я понял я понял я понял значит что можно сделать то есть можно дать соответственно вопросник можно соответствующим образом выделить это самое какие у кого соответственно способности там и прочее и в соответствии с этим потом перевести перейти вот на вот ту самую использовать скажем модель вот фога который есть то есть какие какие именно триггеры должны быть у учеников чтобы они занимались и соответствующим образом построить вот в соответствии с этим в соответствии с этим построить модель ксака это ведь индивидуальная модель это индивидуально но опять таки да но можно построить на основании ну набора индивидуальных моделей некую групповую ну модель групп более того вы видите тут есть это самое называемое facets то есть под опять таки можно можно сделать более глубокую разбивку по ним я понял то есть принципе можно построить подачу материала так чтобы ну постараться соответствующий для стандартная подача ну в общем то все мы знаем чем чем она обычно кончается для обычных учеников да 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 конечно конечно интересно вот вот это в принципе мое предложение вот вчера к сожалению я это хотел рассказать но я говорю я там должен был я был в больнице с дочкой понятно надеюсь все хорошо все благополучно все все нормально там у нее там возможно там было на герпес и так далее поэтому там должны были очень много пройти в общем в итоге но как результат в общем то я там мог только немножко сказать а потом в общем то там это потом прекратилось то что я там успел сказать это вот так сказать где где это где израиль находится да да вы кстати там начали про зарплаты но нет давайте зарплаты это один из факторов про оценку труда учителей кстати вашей любимой германии учитель был уважаемым человеком школьный учитель был действительно уважаемый человек какой-то период времени кайзера но бисмарков вот это после как раз то что это они сделали поскольку именно это то есть учитель должен был полностью сформировать своих учеников так чтобы они были соответственно материалом для государства вот это вот кстати вот то что я переслал тогда вот этот вот пиетизм он полностью давал вот вот он как раз оказался способным я более того нашел еще одну статью я кстати я прошу прощения в отличие от еврейской традиции религиозной где учитель находился ну вот в мире изучающих тору это было нише сравнить да да меламет это да ну то есть как бы я не знаю что какую ассоциацию подобрать но это одна из низших страт общества неспособных учить собственно хасидские истории которые говорят об обратных случаях они как раз свидетельствуют об этом что меламет но все что все кто были связаны с процессом образования это была низкая ступень хотя в хасидских историях говорится наоборот о том какие вдруг оказывались не невозможные почести меламетом каким-то это свидетельство обратно что это выбивал выбивалась настолько из общего уровня отношения к учителям меламетом что просто про это грех не рассказывать ну да у меня предозрение что там что это было связано с тем что скажем так сама по себе предполагалось что есть вот тора которую нужно так сказать знаете которая сама по себе должна вот так сказать знание тора формировать а таскать меламет только таскать должен был таскать давать дать базовые вещи которые так сказать помогают самому ученику вот это самое так сказать дальше самому самому изучать либо изучать соответствующим образом уже там так так но проблема в том что такое отношение ну то есть как бы ну не будем сейчас касаться тем не менее насколько я понимаю в значительной степени быстрый отход распространение скалы и всего прочего было связано в первую очередь вот сеть вполне может быть то есть просто те кто имели возможность то есть социальные лифты не работали ну да кто кто мог то есть это то есть в массе своей лет конечно был там супер супер тот самый ученик хахам да ему полагалось все ему даже придавали обучение обычным так сказать ну вот самые самые базовые вещи ну да ну да ну да вот здесь это было совершенно другое вот видите вот эта вот самая статья русов скулинг это вот там просто рассказывается разные модели которые существовали то есть какие мы в древней Греции в древнем Риме это другая это другая статья это другая статья у меня ее нету а у вас нету хорошо вы хотите тоже да да если можно вот хорошо вот вот например вот это вот ну да у них подход такой то есть это самое то есть тут у них это главное это вот должно должно быть вот например вот эта вот особенность которая была вот эта вот это вот ага 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 отлично прекрасно прекрасная вот вот откуда если просто если заметили в общем то очень многие элементы этого были в наших школах конкретно да корни идут отсюда но распространенная точка зрения что русское русские гимназии хорошее образование она позаимствовала методики из прусской герману даст русской системы вот просит довольно интересного то есть большие книги которые я кстати сейчас перечитал там что да это система была которая произвела такое впечатление вообще на германию это второй половине восемнадцатого века практически все принцы все князья включая их епископ и так далее независимые восприняли эту систему внедривая себя вот почему-то откуда формировалась немцы тогда вторая половина восемнадцатого века первая половина была пруссия а вторая половина после того как вот страна находящаяся на тринадцатом месте по населению выстрела четвертую европе и воевала с первыми тремя армии россии франция австрии после этого вообще-то все остальные скажут что это вещь которую нужно копировать скажите а ланкастерская система ведь не имеет никакого отношения нет это дуга белл ланкастер их их попытка не как не было связано нет это никак вообще там но просто вот я обнаружил что некоторые вещи которые самые основные это к примеру что там то что по-английски называется breaking the bill то есть сломать волю ученика то есть как вот эта система она была вот ну это понятное дело что это были пиетисты которые это все это проталкивали но она же была и у паритан но в англии хотя там естественно что там были совершенно разные разные традиции у них абсолютно но вот в этом но при всем при том в этом они так сказать были следовали одной одной и той же цели ученика должна была сломать волю ну и кстати возможно как раз еврейского образования таки такого подхода не было вот нашим традиционно такие интересные немножко нет я вы я пока не готов я к следующему следующей встречи постараюсь вам вам переслась да вот эту статью да 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 а что там пропаде по идее говорится а начинается с греции пойду то есть это вот как это было в смысле имеется ввиду какой у них идеал афинский 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 плато как они это статья просто полностью она опять-таки там буквально там две страницы на полторы страницы на грецию там там две страницы на рим и так далее я вижу тут ссылку на хайдегера да где то есть секунду где то в ссылочках я увидел сейчас чего думать там поиск да почему-то тут это самое нет я тоже видел это сейчас я сейчас я сейчас я покажу сейчас я найду этот я видел я помню это помню это была эта ссылка естественно там очень много внимания на вот это описывается как камениус как он сделал очень-очень многие элементы от него идут конечно вот то есть то что это нужно то что нужно демонстрировать то что нужно глаз которому демонстрируется показывать все элементы и прочее это это бесспорно идет от него но очень многие элементы идут вот именно вот аппетит в частности от франки которые и в принципе то есть это вот нужно понять как это как это идет и какие у нас так может быть это просто здесь они еще простите а вот да 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 вот он это они да это он да 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 это он марфетт хайдеггер вот я понял нет я просто я понял хорошо спасибо спасибо какая-то монументальная работа осуды по всему олега серфиловна да были магнил это один из лучших американских историков скажите вы ведь прочли статью да ну саму статью вот сейчас вот это вот а эту статью да я прочел да там ничего про еврейское образование конечно не говорится про какое английское еврейское еврейское нет еврейское ашкеназское нет вообще никакое то есть еврейское никакое не ашкеназское никакое или как другое кстати вот на востоке наши сифарские я не знаю под влиянием чего и был ли какой-то аналог в исламском мире пытались создать какое-то ну приемлемое для всех общее для мальчиков во всяком случае образование то есть вне вне сословных то есть я я не так хорошо знаю но тем не менее такие попытки все-таки в еврейской традиции а в исламе я я просто не знаю были ли вообще где-то в исламе по моему по моему такого не было то есть там ну да для самых это самое это были там университеты были эти самые которые скажем так медресе которые в принципе они готовили чиновников как бы в массе сказать что там было глубокое образование что там они стремились все население этого не было даже в турции даже в ядре турции тоже не было массовой нет то есть можно посмотреть эти данные по какой процент был грамот нет то есть кроме китая причем конкретного периода здесь посидят династиями подождите вообще в китае было общее время всеобщего совсем нет всеобщее образование это вот впервые это было введено именно вот тогда вот эти самые перипетисты вот это вот самый король то есть это первое это вот точнее самый полный это вот редких второй великий причем практически сразу после окончания вот этой семилетней войны когда он там еле выжил буквально сразу после него он выдал так сказать все всеобщее образование ну а а в чем по вашему в Англии например довольно поздно было а с чем по вашему был связан вот этот исторический исторический провал Пруссии после то есть я я конкретизирую я конкретизирую вопрос я конкретизирую вопрос вот да заканчивается семилетняя война фридрик 2 вводят всеобщее образование да а а потом как бы период застоя наступает насколько я понимаю который продолжается только который прерывается только когда там король после поражения революции 1848 года через какое-то время приглашает бисмарка и стать канцл то есть получается период почти разрыв почти 80 лет даже вот понятно что какое-то время нужно чтобы ученики выросли стали студентами ас по новых университетов провели революции революции в университетах высшим образованием ну то есть изменения и сформировали элиту 80 лет это не слишком ли большой смотрите там же было первоначально вот скажем так движение сам вот фридрих фельгельм он ну в общем то у него идея была именно служение служение государства он очень обращал внимание у него были там определенные трения скажем с юнкерами с аристократией дворянство уже при его сын вот фридрих второй великий вот у него у него уже было очень четко именно упор на дворянство на юнкеров вот то есть уже уже это скажем так очень многим вот был путь заблокирован среднего сосудия куда потом было страшное поражение от наполеона да я понимаю и потом были рефор это вот уже вот это самое при фортом после десятые годы 19 века вы имеете виду наполеоновский это нет реакция в пруссии на поражение а понятно вот и смотрите это десятые годы и тогда кстати было раздела до расширения вот эта вот система университетов была создана ну смотрите создана система университетов в десятые годы полностью она переформирована когда будут выходить вообще говоря выпускники это вот инверситет 1748 года ну да наверное ну тогда да наверное да тогда это как раз и есть необходимое время для формирования новой элиты ну по крайней мере того кто сменит старые элиты вот вот кстати если вас интересует это самое вот когда было вот грамотность введена вот пожалуйста табличка грамотность сколько люди могли это самое а это процент 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 населения да вот весь вот список стран я понял который кликабельно можно увидеть кликните пожалуйста у себя на 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 нидерланды все-таки после революции нидерландской после завершения войны начался такой нормальный ну да но только тогда начались заметьте нам существенно выше чем все остальные страны да да вот скажем англия далеко не далеко не сразу это было все да вот вот германия это да на пятки германия это вот видите вот когда вот эти вот реформы начались после 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 начала реформа рост происходит примерно такой же как голландии после 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 победы ну смысле после за это довольно поздно там и так далее вот ну а везде на бразилии вот это в мире какой специально нашел вот это вот довольно интересно вот здесь вот сейчас я покажу вот вот видите когда началось вот самая последняя строчка что что это такое ближний восток северная африка это желтая да 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 желтая это вот буквально в наших глазах буквально смысле слова ну это понятно а еще в начале века там это сколько там несколько процентов 35 процентов начале двадцатого века тогда я понял я понял даже в какой-то степени ниже чем в африке ну понятно потому что в африке это приносили колонизаторы я вижу подождите я не понимаю что такое восточная азия может быть все что угодно восточная европа и восточная а восточная азия это ну это что это китай япония нет китай япония корея а а только тогда то есть да да а инди это вот это зеленая это южная азия довольно хороший стартовый уровень я смотрю восточная азия да 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 но они там действительно это это традиция в китае это традиция образование если если брать этнический ну вот ханский китай как он называет но не важно но вот исторически я думаю что это отражает именно в основном и на ханский китай потому что там население раз десять больше чем японии поэтому ну да ну да ну да я думаю что это все таки не важно это меня что-то за за ела заклинило на это такое красная красная это южный вот это вот это южная азия это вот индии это извините розовые что вот это вот это восточная европа а это восточная европа я понял это что после второй мировой войны такой рост произошел социалистических странах рост после рост после это самое скорее после первой а первой мировой войны это извините я просто не понял это после получения независимости получение независимости потом потом ликвидация неграмотности вот в советском союзе а ну все-таки понять понятно понятно нет а это же это же не грамотность это грамотность это грамотность это тоже нет а это нет это не совсем мы этоtim это произойти об على все так что те кто те кто все кто те кто кто в возрасте от 50 цвета старше все кто получали формальное образование понятно вот даже какой-то видите что там после вот это самое восточного было больше чем западный но это же понятно почему западные тогда включал и там такие страны как португалия испания там греция ну италия наверное да италия там кстати муссолини ведь не вводил всеобщее нет кстати был очень сильный сих пор и было есть очень сильное различие между северной и южной италии но это же отдельная история и есть известная книжка которая прочел на на иврите но написано итальянским автором для детей это не пинокки понимаете там речь идет об образу то есть просто это такой предтеча образец ну типа рассказов носова или виктор маляева очень симпатичная книга мальчики который учится в итальянской школе и из этой ну как бы книги следует что как бы это общее во всяком случае в городе в городах я понимаю что в италии город это не все далеко не все но в городах как бы это было общее такое стремление получить чтобы ребенок получил какое-то образование да можно обратиться собственно к самому пинокки ну да тоже вся речь идет о том чтобы получить образовать чтобы учиться в школе как бы я к тому что меня очень интересует вот это возникновение мотивации причем большие достаточно больших социальных группах что нужно учиться действительно то есть это как то есть это еще не воспринимается как некая ну как как природное явление всеобщие грамоты всеобщие образовать а именно как ну ну вот необходимость для человека вкладывать для ребенка для родить вкладывать в учебу принимать учить ну то есть вести себя хорошо чтобы не отчислили чтобы нет меня меня очень очень это интересует просто как как это как это получается я я не знаю ситуации в италии я сужу по двум детским книжкам но тем не менее видимо там что я понимаю как то я не знаю связи с объединением италии связи тем что язык стал тем связи что государство ну то есть и общество связи с усложнением общественной структуры стали востребованы люди с общем образа ну с образование нет ну это тоже то что кстати там описано то что спинокки это описано южной италии я не помню что что описано я не обращать не обратил внимание на всей структуре которые там это это именно южная италия в чистом виде нужна италия она всегда она очень долго отличалась очень сильно вот это вот кстати вот видите вот тут ближний восток вот какой какой уровень грамотности население 65 лет и старше вот по ближнему востоку понятно вот вы видите да 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 я понял я сейчас сейчас уже совершенно другой тип уже по-другому как вам сказать я не ну то есть вот то что я пытался объяснить что что грамотность не означает того что человек читает книжки это до клиповое мышление вот эти газетные новости в смысле те телевизионные новости и все прочее то что за меня я я я бы вводил поправ ну да я согласен я согласен посмотрите значит ну чтобы вот стимулирую для этого почему я начал вот это вот со стимула вот это вот победе модель по-моему ее можно в принципе использовать для вот но за именно для стимула только соответствующим образом нужно и нужно вот нужно сделать вот во-первых эти измерения психологические потом измерение насколько способности человека в общем то тогда можно будет вот это самое вот тогда уже использовать вот эти самые все приемы которых которых мы знаем хорошо скажите а как вы думаете то есть какой математический аппарат достаточно будет факторного анализа просто вот какой как какой можно ли построить модель урока чтобы триггеры то есть принципе насколько я понимаю всякие политтехнологии они не очень высокого мнения об их способностях умственно но в принципе чем-то похожим занимаются можно ли на примере вот этой маленькой группы класс 15 человек 20 человек предположим и берем маленькую группу 15-20 человек можно ли расставить по мне характерно дизайнский абсолютно не характерно но берем совершенно идеальный вариант какой-нибудь там я не знаю школа рапопорта или какой-нибудь ну да ну то есть про причем в идеальном состоянии можно ли попробовать смоделировать урок ну подачу материала на уроке расставив триггеры таким образом чтобы они то есть идея в том чтобы они держали большую часть класса в ну чтобы они соучаствовали в уроке чтобы они воспринимали материалы им было интересно чтобы они были мотивированы используя вашу терминологию а до пони расставить триггеры для тех кто не ну чтобы они подтягивались к общей массе то есть просто в какой-то момент хорошие гениальные талантливые учителя в принципе обладали это счет шуток каких-то примеров даже тем кто было совсем ничего не понятны кому было откровенно скучно они их подключали к общему движению класса то есть можно ли то есть вот факторном а факторный анализ предположим можно ли использовать его это метод метод для того чтобы построить такую математическую модель урок я дала хотя бы может на словах не нужно сейчас строить реально просто как бы то есть я понятный вопрос задал понятно я прошу прощения то есть расставить триггеры для на протяжении урока я это понял я думаю что это можно вообще-то но это специальная работа нужно специально этим заниматься да да нет я понял я не говорю что сейчас надо если бы это если бы это можно было бы то есть как-то это делать ну вы хотите этим заняться мы можем вместе заняться я я бы сейчас определюсь я с удовольствием наверное это интересно это очень очень хорошо бы на каком-то стартовом уровне это сделать ну то есть до уровня встречи я я шучу конечно с этим с главным главным инвестором с с леконовой долины в кафе starbucks то есть вот ну то есть чтобы понять формулировать в пяти слова ну в скольких там пяти пяти минутном спичек короткую идею чтобы она ну более правильно чем я сформулировать формулировать в порядке бред сейчас но вы но вы поняли идея да я да да то есть для меня визуально это выглядит так есть один слой на котором движется все большая часть этих класса по которому расставлены триггеры мотивирующие их обычного первого уровня и второй слой в котором расставлены три нам нужно иметь психологический портрет класса группы и это вынужден психологический портрет в школе как раз моя точка зрения довольно просто это сделать то есть это существует стандартные опросники найти кто где это в этом я думаю что тут это абсолютно не проблема ну может быть может быть хорошо я дождемся подключения михаэля следующего урока я подумаю еще то есть я подумайте это можно сделать я бы эти бы но хотел бы знаю что это не просто так потому что я лучше где-нибудь заметку в какой-нибудь журнале я не произвожу впечатление человека который просто нечем заняться и хочется ну да вот кстати вот вам данный по это самое по европе например это какой-то 1800 год я я просто смотрю на на что здесь герцог стопармы это а что что это я я вижу грамотность а а а где-то в трусе извините прости почему-то тут нету но по моему прости к этому времени было почти это самое очень высокой тут есть только но видите достаточно высокий достаточно высокий достаточно высокий ассоции мужчин уже я смотрю просто что дамане сони и гессене уже 80 и 91 процентов почти современные почти близко к современным ну да то есть это вы видите вы так далее кстати различие сильное это самое между северной франции южной франции довольно сильные отличие да да к сожалению нету данных по пьемонту что хотя и ремонт и все данные 25 процентов а что такое марки это все это средняя италия середина смысле что там пабская область как пабская область понятно в общем более более-менее понятно то чего вообще-то могли то чего можно было ожидать вот но это сам вот это самое это не то ну в общем но более-менее понятно то есть как это самое как как и что было так алекс я на всякий случай напоминаю как называется вот эта статья а давайте как они отправлю вам пути образования свете пиетизма что-то такое да 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 вы можете выключить все демонстрации экрана а ну да так это это она по моему вот она сейчас я обещал порядке сеть вот вы должны были сейчас получить это сейчас я смотрю да 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 все в порядке все в порядке я получил давайте у нас по крайней мере ясно 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 как и когда в воскресенье я думаю с ними уже можно будет подойти и могут быть объяснить надо будет сказать что мы можем вам дать вот это вот конкретно что для кого вот эти самые три то есть что у нас спор на триггеры и на грубые индивидуальная психология ага 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 да именно так да ну и дальше все тогда на мой взгляд очень продуктивно побеседовали спасибо за очень спасибо за эти ваши триггеры хорошо это статья которую вы прислали про fbm да это она мы с ней сегодня сегодня да 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 то есть это общее у нас еще есть сегодня статья на этой основе в общем то это он преподавал в стэнфорде на его методологии вот строится все вот эти видео и так далее как как это все то есть это не его ни одна статья но это вот так сказать дает его базовую модель хорошо они они есть в интернете я думаю я смотрю что да это есть достаточно большой библиотеки а зачем вам это такая статья уже вам непосредственно птифия дал нет если нет я понял я понял что это статья саммари но если захочется что-то уточнить то чтобы а ну да конечно просто по библиографии просто посмотреть что по списку просто и там по литературе полистать что называется я не переоценирую свои способности просто просто полистать чуть-чуть по побыть на это ну вы же пожалуйста вы рефераты во время учебы в университете писали да ну да естественно да ну вот примерно так вот тут в частности есть это самое use of кстати pdf use of for behavioral model to access the impact of social marketing campaign of quantum use in pakistan а прекрасно 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 кстати при search game пожалуйста есть pdf а а замечательно хорошо я посмотрю я почитаю все спасибо все счастливо все счастливо завершить завершить завершить